Владислав, приветствую. Добрый день. Второе твое пришествие, скажем так, в Лигу ACA. Опять арена в Минске. В этот раз чувствуешь больше давления или больше ответственности, чем в первый раз? Да, безусловно. Соперник у меня в этот раз гораздо сильнее, чем предыдущий. Лига дала мне еще одну возможность выступить. Я рассмотрел предложение, сразу же его практически принял. Так что буду рад выступать и готов. Я так понимаю, что после первой победы на ACA 122 ты не получил предложение о контракте? Да, совершенно верно. Готовился я хорошо, но были там некоторые нюансы. Был небольшой простой у меня. Так что как получилось, так получилось. Забыли, идем дальше. А к этому бою уже обсуждали все-таки Вадим Шабадаш. Твой нынешний визави, скажем так, парень уже с определенным бэкграундом. Он уже не первый бой его в лиге. И обсуждали с лигой, что в случае твоей победы на турнире ты получишь контракт? Нет, таких вопросов и обсуждений не было. Я настроен на победу. Я выйду, покажу красивый бой, выиграю, а там будем смотреть. Будет предложение, будем рассматривать. Вернемся опять к твоему первому поединку на ИСЕ. Очень запомнилась церемония face-to-face. У вас был с оппонентом некий конфликт, там потолкались немножко. В целом, ты сам понимаешь, людям это нравится, людям интересная история. За пределами клетки, которая решается уже непосредственно в самой клетке. К этому бою думал, может быть, как-то подогреть интерес публики? Мысли кое-какие есть. Пока не буду их афишировать. Время придет. Посмотрим. Может быть, что-то и получится. Твой соперник Вадим Шабадаш. Очень крепкий, неуступчивый боец. Пока его дела в лиге складываются не очень. Он уступил Алексею Ефремову и Беслану Ушукову. И не кажется ли тебе, что к этому бою он будет максимально мотивирован? Потому что есть ощущение, что это, скажем так, последний шанс для него остаться в лиге. Я это обдумывал. И когда принимал это предложение, я понимал, что парень на серии с двух поражений подряд, значит, будет рвать землю, будет готовиться, чтобы победить. Я готовился лучше. Я готовился намного больше, усерднее. Я все это понимал. Поэтому от себя я сделал на подготовке все. Так что... Смотрел его бои наверняка. И если Алексею Ефремову он попался на удушку достаточно быстро, то, например, с Бесланом Ушуковым он прошел всю дистанцию боя, все три раунда. Ну и не будем лукавить, Беслан это громкое имя в лиге ACA. Впечатлен был где-то, может быть, выносливостью или, может быть, терпеливостью Вадима? Ну, скорее, я бы сказал, что парень тоже хотел, наверное, победить, но он с характером, он боец, он старался, но не сказал бы я, что сильно чем-то я впечатлен. Он такой же боец, как и все остальные, так что для меня это ощутно очередная возможность доказать, что я буду сильнее. Вадим такой яркий универсал, у него есть победы и нокаутами, и приемами, и решениями, так же, как и поражения тоже есть. И нокаутами, и решениями, и приемами. В чем ты конкретно видишь свое преимущество, в чем ты сильнее, чем Вадим? Я так не могу, наверное, ответить на вопрос, я скорее, когда выхожу в клетку, я понимаю сразу, что мне нужно дальше делать, скажем так, разбираюсь по ситуации. Чем сильнее, не знаю, наверное, я больше хочу победить, в этом я и буду сильнее. Я лучше готовился, я лучше тренировался, я лучше подошел к этому бою, так что в этом плане я не сомневаюсь, что я выиграю. Наверняка смотрел топ-10 среднего веса. Есть ли какие-то имена на будущее, примеривался, может, с кем-то стилистически было бы интересно встретиться в клетке? Или, может быть, когда ты начинал свой путь, кто-то из ребят тебя как-то мотивировал, за кем-то особенно следил, а сейчас у тебя есть шанс оказаться с ними в клетке? Ну, так сильно ни за кем не слежу, в целом я в курсе, что лига очень сильная, бойцы там очень подготовлены, так что кого-то, наверное, конкретного выделять, это я не вижу смысла, а вот если взять более таких, наверное, ближе к чемпиону, там, да, вот эти ребята очень интересные. Есть еще один парень, который бился со мной в карде предыдущем, это Азамат Бекоев, тоже вот такой сильный парень, ну, как бы посмотрел тоже, так хорошо тренируется, хорошо выступает. Как-то вот, как-то, ну, иногда мне нравится за ним посмотреть какие-то вот моменты, нюансы боевые, иногда смотрел и так далее. Ты сейчас упомянул Азамата Бекоева, он был с тобой на 122 турнире и сейчас опять он с тобой в карде, действительно очень сильный спортсмен и в этом поединке ему будет противостоять Харатык, боец из Польши. Как считаешь, кто является фаворитом и за счет чего в этом поединке, кто одержит победу? Азамат вот-вот будет в рейтингах, я думаю, в случае его победы. Рафаль же, в свою очередь, находится на пятой строчке. Мне сложно сказать, кто выиграет, но я уверен, что Азамат победит. Не знаю почему, но я буду болеть за него, во всяком случае. Я с ним лично не знаком. Меня, как бы, впечатляет, что ему 25, он мой ровесник, а у него уже такой прослужной список, поэтому буду топить за него в этом бою. Вообще, этот турнир примечательен тем, что 4 пары в среднем весе, еще интересное противостояние Арби Агуев и Крис Ханикат. Наверняка знаешь, ребят, как считаешь, кто из них фаворит в этом поединке? Я думаю, Агуев выиграет. Агуев. И еще одно противостояние в среднем весе, это Ибрагим Магомедов и Барташ Лещко. Ну, по вот этим, без комментариев, сильно за ребятами не следил. Мне сложно сказать, кто победит, но я уверен, что они оба заряжены на победу и бой они дадут на ура просто. Владислав, и заключительный вопрос. В лиге ACA еще никогда не было чемпиона из Беларуси. Может это быть для тебя какой-то особенной мотивацией? Вообще, думал ли о том, что ты хочешь стать первым парнем из Республики Беларусь, кто будет в такой сильной лиге чемпионов? На самом деле, чемпионские обиции, наверное, у любого бойца присутствуют. И не буду лукавить, когда просто предложили выступить там хотя бы один раз, сразу я посмотрел, кто там чемпион. Ну, мне интереснее больше, вот как-то самый-самый такой топ. Хотя, безусловно, я понимаю, что там ребята все очень сильные. Не знаю, если мне предложат контракт, то будем рассматривать. Я считаю, что в принципе любой человек, неважно из Беларуси, России, из любой страны, мы же выходим в клетку драться, правильно? У каждого свой навык, у каждого какие-то свои там фишки, нюансы. Я считаю, что каждый может победить. Вопрос только в том, насколько ты этого хочешь. Если ты хочешь победить, и ты готов, скажем так, рискнуть и веришь в то, что ты победишь, ты победишь. Неважно, ты российский, ты боец, белорусский, украинский. Удар всегда удар, как говорится. Я желаю тебе легкой сгонки и яркого выступления. Спасибо. Очень приятно. Спасибо. Спасибо.